АТВ ИХСАН представляет Огромный и свирепый воин вышел на поле боя и начал вызывать на бой любого из армии верующих. Никто не решался выйти против него, кроме одного молодого пастуха. С чистым намерением, ища довольство Аллаха и наполненной верой и решимостью, он быстро схватил камень из своей кожаной сумки положил ее на свою пращу, взмахнул ею несколько раз и с именем Аллаха метнул камень в своего врага и врага Аллаха, попав ему в лоб и убив на месте. Давуд, Давид, убил Джалута, Голиафа, и Аллах даровал ему царство и мудрость и научил его тому, чему пожелал. Добро и Справедливости Эта история очень символична. Это была победа добра и справедливости. Хотя оно казалось слабым над злом и несправедливостью Хотя оно представлялось сильным Однако был ли Давуд, мир ему, слабым в тот момент, когда он вышел на поле битвы? Или он был сильнее, более подготовленным и лучше снаряженным? В древних сражениях участвовали три вида воинов Первый вид — это воины, носившие тяжелые орудия, мечи и щиты Второй вид — это лучники А третий вид — это всадники, вооруженные воины на лошадях Проща в руках опытного воина считалась одним из самых смертоносных и точных орудий в те времена В сражениях всегда был баланс между тремя видами воинов Пешие воины были легкой мишенью для лучников Поскольку они медленно передвигались, в отличие от всадников, которые стремительно двигались на своих лошадях И поэтому всадники защищали пеших воинов от стрел лучников Военные эксперты оценили ударную силу камня, выпущенного из прощи, используемой в те времена И они обнаружили, что камень мог за полторы секунды Достичь своей цели, находящейся на расстоянии 35 метров Это эквивалентно скорости в 122 км в час Этой скорости достаточно, чтобы стремительно поразить любой череп Даже если это был череп такого гиганта, как Голиаф Другими словами, Давуд, мир ему, хорошо знал о своих слабых сторонах А также об источнике своей силы И он также хорошо знал сильные и слабые стороны своего врага И он хорошо подготовился к бою, как и повелел ему Всевышний Он не вышел на поле битвы с одной лишь безосновательной верой Что он выиграет Однако он обладал истинным упованием Ведь полное упование на Всевышнего вместе с достаточной подготовкой И приложением всех усилий и средств для достижения цели Это уже сам по себе акт поклонения И причина получения помощи от Аллаха Пророк Давуд запланировал держать своего врага на дистанции И не сражаться с Голиафом при выгодных для него Голиафа условиях с мечом и щитом Нет, он вступил в сражение и убил его оружием, которым профессионально владел Всю свою жизнь, имея с ним дело Таким образом, у Давуда было преимущество Поскольку он был вооружен передовым оружием по тем временам Это и привело к полному поражению Голиафа Который даже обладая огромной силой и мощью Оказался слабой и легкой мишенью для Давуда Этот принцип и пытался объяснить писатель Малькл Нгладвилл в своей книге «Давид и Голиаф» Он обращает наше внимание на то, что правильно поняв эту историю, люди могли бы извлечь из нее множество полезных и важных уроков Сюжет этой книги крутится вокруг понятия силы Это качество, которое считают главным фактором, благодаря которому мы ожидаем победу Однако, это качество само по себе может стать и причиной нашего поражения Малькл рассказал о храбрости и изобретательности тех, кого считали слабыми, но которые доказали, что они могут достичь невероятного успеха Он перечисляет множество примеров таких людей Которые доказали, что человек способен повернуть все вспять Как только он поверит в себя и в свое дело и приложит все усилия на подготовку Как только человек решится сразиться с гигантом Неважно, какую бы форму и вид этот гигант не имел Он способен одолеть его Поскольку Всевышний вложил в человека огромную силу и потенциал сломать барьеры и правила Которые люди считают незыблемыми Хотя на самом деле это не так Когда ты вступаешь в противостояние с оппонентом, который намного сильнее тебя Это может стать большой мотивацией, чтобы победить его Даже если тебе кажется, что твои шансы слабы и сумрачны И секрет этого в том, что ты перешагиваешь через свои слабые стороны И превращаешь их в силу Малкольм называет много случаев Когда то, что нам могло бы показаться явным недостатком и немощью Становилось главной причиной неожиданного успеха Анализ войн, прошедших за последние 200 лет Показал, что великие нации, которые как минимум в 10 раз Превосходили своих противников в вооружении и в численности Одерживали победу над более слабыми противниками Только лишь в 70% войн Хотя разумно было бы предполагать, что более сильные страны Должны были выигрывать во всех войнах Гладвилл говорит Вы никогда бы не пожелали, чтобы у вашего ребенка была дизлексия Это когда ребенку трудно дается чтение Однако, эта болезнь может подтолкнуть вашего ребенка К совершению по-настоящему великих дел Он приводит пример адвоката Дэвида Бойеса, у которого была дизлексия Он известен тем, что выступил против таких гигантов, как Майкрософт и IBM И выиграл у них дела Проблемы с чтением подтолкнули его к развитию в себе других талантов Таких как быстрая сообразительность и хорошая память Которые и стали мощным оружием против его оппонентов Хелен Келлер слепо-глухонемая женщина И эта женщина бросила вызов всем этим недугам И научилась говорить и писать на нескольких языках Она даже достигла степени доктора наук И стала автором 18 книг А это Жан Доминик Знаменитый французский журналист, автор и редактор В декабре 1995 года, в возрасте 43 лет, его постиг обширный инфаркт В течение 20 дней он находился в коме Очнувшись, он обнаружил, что его тело полностью парализовано Вследствие синдрома запертого человека Хотя его умственные способности и остались нетронутыми Единственным движением, которое он сохранил Была способность моргать левым глазом Но несмотря на это Ему удалось написать книгу посредством моргания глазом Когда на экране появлялась нужная буква Получается, он составил книгу целиком в своей голове И наполнил ее буквами в течение двух лет Он умер всего через два дня после того, как его книга была издана Похожая история произошла и с Кристи Браун Вследствие чего он лишился дара речи и годами был парализован Его считали умственно отсталым Однако его мать продолжала разговаривать с ним и терпеливо обучать И однажды он схватил кусочек мела у своей сестры Используя при этом пальцы левой ноги И начал писать ею Общаясь таким образом со своей семьей И впоследствии он стал одним из самых уважаемых авторов, поэтов и художников Ирландии Мустафа Садык Акрафии потерял слух после того, как в детстве заболел брюшным тифом В 30 лет он полностью лишился слуха Но несмотря на это, его недостаток не помешал ему добиться широкой литературной славы Он добился большого успеха на писательском поприще И его имя носит одна из литературных школ Акрафии считается одним из лучших арабских писателей Обладавших глубоким исламским духом Он служил исламу посредством своих книг и стихов И до сих пор он является образцом для подражания для многих современных писателей Его книга «Откровение Пира» считается знаковой в современной арабской литературе Абу Аля Аль-Маари родился в 363 году по хиджре Он потерял зрение в возрасте 14 лет А в 6 лет он потерял своего отца На протяжении долгих лет он вел затворнический образ жизни Однако это не затушило в нем креативность и писательский талант У него было прозвище «Узник двух темниц» В первую он попал добровольно, отгородившись от людей дома А вторая темница была вынужденная Темница слепоты Он был и до сих пор является гением риторики и стилистики Он был известен под именем мудрец-поэтов и поэт-мудрецов Он часто говорил «Я воздаю хвалу Аллаху за мою слепоту так же, как другие воздают ему хвалу за их зрение» Однажды 10-летний мальчик решил заняться дзюдо Несмотря на то, что он потерял свою руку в несчастном случае Он начал посещать занятия у известного японского тренера Который обучал его только одному приему на протяжении всей тренировки Вскоре мальчик отправился в другой город, чтобы принять участие в соревнованиях И он выиграл все схватки, дойдя до финала Где его ждал более опытный, крупный и сильный оппонент Тем не менее, мальчику удалось выиграть у него схватку И как результат весь турнир При помощи всего лишь одного приема По пути домой мальчик спросил своего тренера «Как мне удалось выиграть турнир при помощи только одной руки и одного движения?» Учитель ответил ему «Ты выиграл по двум причинам Первая – ты освоил самый продвинутый и мощный прием дзюдо И вторая причина – это то, что единственным и самым эффективным способом защиты против твоих атак Было бы удерживание и контроль твоей левой руки В этом случае Аллах пожелал показать нам, в чем заключается истинная сила Сила, которая невидима глазом, поскольку она зиждится глубоко внутри человека В его воле, в его разуме и душе Это и есть история о Давуде и Джалуте Имеющие разные виды и формы Повторяющиеся на протяжении всей истории человечества И показывающие нам чудо Аллаха в сотворении человека Субтитры создавал DimaTorzok